якутия в мире добрый день дорогие друзья этот выпуск будет посвящен молодежному северному форуму который пройдет 27 28 сентября в рамках северного форума по устойчивому развитию сегодня у нас в гостях две прекрасные девушки екатерина сафранеева и сардана сарамятникова катя сардана спасибо большое я бы хотела также представить сардану жидринскую которая сегодня к сожалению не смогла к нам присоединиться сардана является классным специалистом в области организации международных мероприятий международной спортивной игры дети азии здесь в якутске не проходили без ее помощи кроме этого она является международным волонтером которая принимала участие в подготовке и проведении крупных международных мероприятий в разных странах и континентах пользуясь случаем благодарим за поддержку северный форум в лице исполняющего обязанности исполнительного директора васильева владимира николаевича сначала хочу попросить екатерину рассказать немного о себе здравствуйте меня зовут екатерина сафранеева я печи кандидата по экономике и бизнес администрированию в финляндии состою в арктической академии наук и в ассамблее народов евразии добрый день меня зовут сардана сарамятникова я являюсь общественником и человеком которого беспокоит окружающая наша среда и наша экология я являюсь координатором направления по экологии молодежного северного форума и так для чего же мы решили провести молодежный северный форум цель данного форума это создание площадки для международного молодежного сотрудничества мы хотим вовлечь активную молодежь в процессы решения самых актуальных перспективных вопросов которые стоят сейчас перед севером и арктикой мы хотим также использовать весь наш опыт наши международные связи для того чтобы принести пользу родной республики и другим северным регионам программа молодежного северного форума получилось довольно обширной на ней будет действовать пять основных площадок это площадки по экологии человеческому капиталу предпринимательству и инновационным экосистемам севера добровольчеству и культуре кроме этого в рамках форма пройдут такие мероприятия как например конференция модель молодежного форума экосос лектории встречи с интересными людьми круглый стол по сохранению традиционных знаний коренных народов и семинар по продовольственной безопасности арктики и севера нужно сказать что молодежные северные форум получился настоящим примером объединения молодежи из самых разных сфер организаторами и партнерами форма выступили северный форум фонд развития инноваций республики саха якутия университет вас из финляндии венчурная компания якутия молодежное крыло союза женских организаций общественная организация интерсфера северо-восточный федеральный университет арктический государственный институт культуры и искусств арктический государственный агротехнологический университет это кельская среднеобразовательная школа номер один черопчинский институт физической культуры и спорта единый волонтерский центр таттинского улуса молодежный совет ассоциация коренных малочисленных народов севера сибири и дальнего востока российской федерации молодежный совет коренных малочисленных народов севера республики саха якутия министерство по телам молодежи и социальным коммуникациям республики саха якутия молодежное правительство якутия и другие чему важно проводить такие международные мероприятия для молодежи безусловно международной площадке являются эпицентром для диалога сотрудничества для создания новых проектов и крайне важно вовлекать туда активную молодежь так как это создает синергию для новых идей и для развития катерина как ты считаешь может ли молодежь влиять на международную повестку и решение конкретных задач которые стоят сейчас перед севером и арктикой активная молодежь вовлеченная в работу в проекты безусловно имеет возможность влиять на международную повестку на решение ключевых задач арктики и севера так как на мой взгляд север имеет сильный человеческий капитал это наша талантливая молодежь наши талантливые дети мы с вами живем в эпоху цифровизации когда все стремительно развивается инновации технологии и сейчас имея доступ к интернету из любой глуши из самого крайнего севера можно создавать свои проекты свои продукты подключаться к работе международных организаций к экологическим инициативам и это дает безграничные просторы на самом деле и возможности также мне хотелось бы отметить роль молодежного лидерства на севере нам нужно поддерживать талантливую молодежь обучать помогать ресурсами выводить лидеров профессионалов а на севере потому что человеческий капитал это наше с вами будущее это наша с вами молодежь кальция а не могла бы ты рассказать подробнее о сессии по предпринимательству устойчивым технологиям и инновационным экосистемам севера сессия по предпринимательству устойчивым технологиям и инновационным экосистемам севера соберет экспертов из разных отраслей представители государственных учреждений научных институтов и молодых предпринимателей сессии выступят эксперты по устойчивой энергетике из аляски канады и исландии и финляндии выступят также технологические предприниматели молодые которые которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, научные центры по инновациям. В целом сессия организуется совместно с представителями университета ВАСы Финляндии и Фонда развития инноваций Якутии. Мы решили сделать фокус именно на устойчивой технологии и молодежное предпринимательство, потому что это наиболее актуальная тема – развивать инновационные экосистемы на севере. В частности, в Якутии я вижу огромный потенциал для этого – это талантливая молодежь, развитие IT-образования. Мы уже видим яркие примеры, как и компании из Якутии выходят на международный рынок, а также государственная поддержка в виде венчурных инвестиций. В целом, я считаю, что надо обмениваться опытом с северными странами, так как у них также идет активное развитие инновационных экосистем. Сардана, какие самые важные вопросы будут подняты на форуме? На нашей площадке по экологии будут подняты такие вопросы, как поиск подходов к решению задач деградации мерзлотных ландшафтов, то есть уже по изменению климата арктических территорий. Также у нас это обязательно воспитание экологической культуры населения в условиях глобального изменения климата, обучение экологическому волонтерству по восстановлению нарушенных земель, спасение от наводнений, соблюдение чистоты рек и озер и защита мерзлотных ландшафтов на основе международной практики. Поэтому у нас на площадке участники будут и из других арктических регионов, то есть пойдет уже обмен опытом. Также это стимулирование гражданской науки по мониторингу и обоснование локальных мер по упреждающей защите мерзлотных ландшафтов и аласов. Если говорить конкретно, почему мы выбрали тему глобального изменения климата в арктических территориях, то я хочу привести пример. Свой родной алас, свое родное село, где я родилась и выросла. И с прошлого года по приглашению Ульяны Алексеевны Винокуровой я принимала участие в конференции в прошлом году «Люди на мерзлотных ландшафтах». И до этого, когда я езжу постоянно в свое родное село к родителям и вижу, как быстро у нас меняется ландшафт, как быстро у нас водные ресурсы исчерпываются, и это все видно невооруженным глазом. И когда это касается тебя уже напрямую, то ты стараешься уже принимать какие-то меры по улучшению качества жизни. Сардана, можешь, пожалуйста, подробнее рассказать о площадке по экологии? Конкретно в сессии мы будем говорить об особо охраняемых природных территориях, о защите и поиске подходов к решению задач деградации мерзлотных ландшафтов в местах жизнедеятельности у людей, и также воспитание экологической культуры населения и промышленные проекты на севере и в Арктике. В том числе и обсудим законодательную инициативу по условиям глобальных изменений, которые нам расскажут наши спикеры. Каковы ожидаемые результаты проведения форума? Форум направлен на взаимодействие, взаимообмен идеями, нетворкинг между молодежью северных стран. И хотелось бы, чтобы площадка Молодежного Северного Форума стала международной научной и деловой площадкой для взаимообмена, для генерации идей, создания проектов и объединения не только молодых специалистов, но и всех, кто заинтересован в развитии Арктики и Севера. Мы сейчас готовим резолюцию по результатам, по текстам выступлений наших спикеров. Спикеры — это у нас представители из разных арктических регионов и республики Саха-Якутия. У нас есть профессор Арктического научного центра Лапландского университета Анна Штамлер-Госман. Она в прошлом году являлась организатором конференции по таянию мерзлоты в Черопчинском улусе. Виктория Бушман, она представляет Гренландию, Аляска. Николай Захаров из Амгинского улуса. У него тема по последствиям сплошной вырубки леса на состоянии многолетних мерзлых грунтов. Людмила Аргунова, она представляет Центр экологического просвещения Эйгем. Также Терра Мустанен, он является экологом из Финляндии. Никита Тананаев, Институт мерзлотоведения. У него тема по деградации мерзлоты. И Альбина Черепанова, у нее законодательная инициатива по нашей теме. Поэтому ждем всех. На форум вы можете попасть через онлайн-регистрацию на сайте Северного форума. Могут принять участие все желающие. Семинар открыт для всех, кого беспокоит состояние нашей природы, нашей экологии, арктических территорий, аласов и рек и озер, кто готов помочь родной земле. И, конечно же, это обмен опытом между арктическими регионами. Самое главное – это предоставление молодежи инструментов для формирования позитивных изменений в их родном регионе. Это касается и Республики Саха-Якутия, и других арктических регионов. Ваше пожелание тем, кто сейчас нас слушает. Всем нашим слушателям желаю крепкого здоровья, экологически чистого неба, воды и земли. Хотелось бы всем пожелать быть сильными в это турбулентное время, быть инициативными и включаться в синергию по развитию Арктики Севера. Ведь Север – это наш общий с вами дом. Екатерина Сардана, спасибо большое за участие в нашей передаче. Пожелаем успешного проведения молодежного Северного форума. Дорогие друзья, я напомню, что вы все еще имеете возможность зарегистрироваться на данный форум через сайт Северного форума по устойчивому развитию nsdf.ru. В условиях пандемии, конечно же, данный форум пройдет онлайн. Хотим также отметить, что мы не хотим останавливаться на организации одного форума и планируем продолжить работу. Поэтому призываем активную молодежь нашей республики присоединиться к нам и начать совместную работу. Я напомню, что у нас в гостях были инициаторы проведения молодежного Северного форума Екатерина Сафраниева и Сардана Сарамятникова. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова